Единственное, что если ты зрителям зубы покажешь... Пожалуйста! Как ты смеёшься? Не смеши меня больше! Я уже стала её приклеивать! Я уже не могу! Как будто Бурундок смеётся какой-то! В нём всё опять отклеилось! Короче, блин... Стою в пробке в длиннющей... Ну, вы знаете... Россию, может быть, вам на фоне, кстати, будет видно... Покажу, попробую... Не, не видно, наверное... Короче... Вот я когда включаю камеру, у меня какие-то слова-паразиты появляются... В общем... Так как мы живём в России, и мы с вами это прекрасно знаем... То... Как бы мало удивления тому... Что происходит ремонт дорог параллельно, одновременно, сразу в 97 местах города... И, собственно, благодаря этому начинается полная жопа на дорогах... И... Когда думаете они не делают эту дорогу? Конечно, вечером, ёптать! Зачем делать ночью? Ночью же ничего не видно, ночью же темно... Ночью же все машины гоняют... А вечером часиков пять-шесть... Ух... Самое то... Не помню, чтобы в июле кто-то что-то делал... Там или в июне... Начали в августе... Когда... Ну, нет, в июле, ладно, было... Но работа продолжается до августа, до сентября, до ноября, до октября... Там уже наобещали... Значит, люди возвращаются с отпусков... Школьники идут в школу... Студенты идут в универы... На улице гигантские пробки, тысяча маршруток... Я не делал дороги... Я не делал дороги... Я не делал дороги... Подготовка к Новому году ушла... Максимально быстро просто... Прямо написано новогодний, да? Да, чай... Ёлочное украшение от Липтон... Волшебное... Возвращение внутри... Суровая Челябинская погода... Завторские права забанят еще за песню... Мы в Челябинском диктенарии... Суровые зрители... Одни дети... Смотри, смотри... Посадку выбросил... Субтитры делал DimaTorzok С вами Суровый Стосяй, сегодня будем немножко заниматься аквариумом, вода уже отстоялась трех суток больше и рыбки готовы к переезду, можете знакомиться с нашими новыми ребятами, ребзиками, Щекотка, Царапка, Альфред и Фроси, четыре стандартных имени. Два Сомика и два Йелл. Сколихозные, как это называется, сколихозники, какие-то сколиозники. Спина болит в общем-то. Да, сегодня этих граждан ждет новая 36-литровая квартира в центре комнаты. Но рыбки, особенно Сомики, любят убежище, прятаться любят и все такое. Вот поэтому приготовили вот такие штуки. Раньше занимался аквариумом, у меня был аквариум давненько большой. Такие девайсы будут сейчас помещены в аквариум. Натуральные ракушки, глина, глина, кругом глина. И корабль уже который раз в шесть тонул, тоже отправится в еще одно плавание. Под кодовым названием Титаник. Тоже пойдет ко дну. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, елки-палки. С вами Суровый Стас. Что-то мне кажется, только у нас в России можно, выезжая, значит, с работы, смотрю, стоит перепаркованная машинка. Ничего себе, думаю, что там такое топорщица. А, это всего лишь танк. Ядрена, по сути же. Вот так вот. Смотри, Калюха ТВ. Что-то еще настоящий классик. Красота. А, так там еще один? Мадо Флафф. А, чтобы меня ребята в форме военной не остановили, не изъяли. ТС-34. Е-е-е-е-е-е-е, бэби. Короче, давно не записывал ролики. По причине, как говорится, нет информповода. То есть, неохота записывать всякую лабуду, которая полна интернет. Которая полна, полны каналы видеоблогинга от другого. Поэтому задержки такие большие между сериями, потому что хочется вам показать что-то интересное, действительно. То, на что вы готовы потратить время, а не так просто, знаете, наснимать себя в машине едущего и записывающего что-то на палку, на камеру. Это же, ну, все так делают, это же неинтересно никому. Вот у меня 22-го числа, до 12-го августа был день рождения. Я хотел выпустить именно тогда серию. У меня был план, я вам раскрою планы, конечно, как мы занимаемся, что их раскрывать. Значит, была затея... Кстати, почему я так одет? Потому что у нас плюс 10 в Чулябинске, 3-е сентября уже прошло. Я перевернул календарь, уже 5-е сентября. Вот. Значит, на 22-е августа, на мой день рождения, я хотел записать видеоролик с нулевой серией. Серия была бы ноль, да? То есть, получил такой небольшой и очень хороший качественный фидбэк от моего товарища знакомого. Он объясняет, братан, вот я смотрю твои серии, мне очень нравится, мне прикольно это все заходит. Но, как мне кажется, да, я то есть его цитирую, что это происходит лишь потому, что я тебя знаю. То есть, если бы я просто тебя не знал и включил, типа, твой ютуб ролик какой-нибудь, то я бы просто сказал, что это за челик, зачем я его смотрю, какого лешего. Отсюда у меня сразу родилась идея, действительно, почему я снял первую серию, где я просто там буквально сказал пару слов о себе, что там, здравствуйте, меня зовут Станислав, можете меня величать, царь-батюшка, и все, и понеслось. То есть, как бы, никакой информации я не внес о себе, не рассказал. Вот. И хотел сделать красиво, типа, в день своего рождения, там, туда-сюда, выложить ролик, где я буду там на протяжении, не знаю, каких-то там, 15-20 минут рассказывать о себе, как бы, до нынешнего времени, да, чтобы понимали, что у меня есть за плечами. Ну, так, вкратце, то есть, без подробностей, без всяких интимных там вещей, без всяких личных каких-то аспектов, вот, просто рассказать о себе. Я чуть не догадался, вот, я думаю, что в ближайшее время я все-таки выпущу эту тему. Вместе кружки, которые высоко поймут, где будут брызги. И мне хочется кроしてumba. Какая больная тема, это брызги. Эта тему, когда кружки-то есть, Наша потрясающая трио для вас. Ну что погружение, корабля, Анечка думает, что кораблю будет мало места, а здесь он будет большой, но я думаю, что будет с ним все варегут и навариваю. Музыка из ситаника включается, прям упал на риф. Чуть-чуть его от стенки отодвину, чтобы за ним рыбки могли тоже проплывать. Надо сразу предугадывать их на подрастающее поколение, потому что рыбкам свойственно расти. Руки я помыл предварительно, по локоть я их помыл, поэтому все в порядке вещей. Так дальше, помните да, глиняный, кто-то из старых подписчиков должен помнить, что это мои глиняные уроки. Домик маленький, я его не особо хотел помещать, потому что рыбки у нас скоро подрастут, уже здесь не будут пролазить, но я думаю, ничего страшного в этом нет. И осколок от корабля как бы украсит всю эту историю. Так, и последнее осталось для ракушечки, с настоящего моря. Тоже, как говорится, украшение вечера. Все они прошли промывку, отмывку, всякие пузырьки вышли. Шашломушел, пузырек вышел. Вот так примерно выглядит будущее, царствие рыбешек. Прогуливаемся в торговом центре. Видели рыбок точности такие же, как у нас, только уже здесь более взрослые особи, но еще не самые большие. Я думаю, что ему здесь очень мало места, я не знаю, зачем так сделали, но красиво. Ухоженный аквариум, видно. Обалдеть, наши рыбы такими же большими выросли. Вот желуденький с черными верхом-низом. Это елло, та самая порода. У них порода или марки? Марка рыбы, а малыши какие-то плавают. Это все, как называют, хламитии, по-моему, вид. Просто они разнотипные, а просто взводные. Звучит как болезнь. Как бы вид один просто разный, тип один разный вид. Или вид один разный тип. Ну, короче. Здесь можно покормить рыбок за 100 рублей и получить какой-то подарок. Делать этого, конечно же, не будем. Мы дома покормим своих. За бесплатно и я сделаю себе подарок. Их уже только что кто-то покормил, они так прямо оживились. Привынуло немножко. Так, где он? Вот он. Его не видно. А вот, блин, малыши прячутся. Прямо вот так. Малыши прям накрываются. Бравушки, бравушки. Ну, как ты видишь? Здравствуйте. Смотри, сейчас маэстро будет играть. Поехали. Готова? Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу устал что прогуляться на бока будто фильм глах сына ким ли ведь что-то не видно и ядриона пассатижа и там когда-то были дома и люди жили водоросли я купил специально без без корней поверхностный потому что грунт за грунтом надо ухаживать вот надо очень внимательно и правильно покупать много манипуляции в общем так как мы не профессионалы любители что-то как мишура новогодние ужасно смотрится есть такая буква в этом слове еще улиточка сверху садок можно было и не выливать так ну что уже аквариум преобразился немножечко появился свет появились красивые растения так ребятки прячутся ребяток не найти они походу в кораблике заплыли зачем я включил без рыбок неизвестно садок и садок